Дорогие друзья, вы часто пишите нам, что в наших видео плохой звук. Мы решили исправить эту проблему кардинальным образом. Специально для этого мы взяли микрофонную удочку. Вы думаете, она нужна для того, чтобы писать звук? Не совсем так. Если кто-то из вас еще раз напишет, что у нас в видео плохой звук, я возьму как перейд! Мужик, я приветствую тебя. На связи Дэн, канал Владимира Шамшурина, проект Ситвэй. Я записал специально для тебя потрясающий видос. Поздравления с Новым Годом из Дубая. История о том, как Дэнчик подхватывает к девчонкам. Но ты его никогда не увидишь, потому что файлы благополучно прои... Вова недавно выпустил видео причины, почему у тебя никогда не будет самой лучшей девушки. Меня этот видос вдохновил на кардинально противоположной. Там была абсолютная правда, ты должен не обижаться на это, ты должен прислушаться и действовать в кардинально другом направлении. Но также правдой является то, что у тебя может быть самая лучшая девушка. И даже не может быть, а 100% будет. Итак, погнали. Топ-6 причин, почему у тебя будет лучшая девушка. Причина номер один. Ты и так уже пиздатый мужик. Я даже не буду употреблять других слов. Да, ты действительно пиздатый мужик. Каждый мужчина, который к нам приходит на тренинг, у каждого из них есть просто набор охренительных качеств. Ты абсолютно точно уже достойный мужчина самой лучшей девушки. В своем видео Вова говорил, насколько много женщин попадаются на твоем пути, ты смотришь на них, но проходишь мимо. Ты даже не представляешь, насколько много женщин смотрят на тебя. Например, недавно в Москве я проводил мастер-класс, собственно, по знакомству с женщинами. И там мы с учениками буквально за 30 минут, выполняя самые простые упражнения, уже начинали брать номера телефонов. Там простая история. Чувак пришел на мастер-класс, нихуя он не делал, нихуя до этого не делал, 30 минут со мной позанимался, все, пиздует к телкам, выполняет самое простое упражнение. Я вижу, что телки охуительно реагируют. Говорю, иди, бери номер телефона, даже не инструктирую никак, что там говорить, что делать. Просто говорю, все, они классно на тебя реагируют. Я это заметил, потому что опыт уже. И все, он идет, заходит в магазин, по-моему, это даже был магазин Нижнего Белья, но не суть. Мы с ним вместе заходим, он идет к телкам, почему-то все продавцы-консультанты идут ко мне, я говорю, стоянба, тут сейчас случается чудо, образовывается семья, можно сказать. И все, он берет у них сразу же, у одной телки берет номер, со второй просто пообщался. Мы стоим с этими продавцами-консультантами, с девчонками тоже, я говорю, смотрите, творится история, сейчас будет семья тут образовываться, они угорают. У многих, у многих почему-то есть негативное восприятие пикапа, но если это правильно подать, все наоборот кайфуют от этого. Это реально классно, когда люди друг с другом знакомятся, общаются, это всегда только к хорошему приводит. И к чему это я? Он делал самые простые упражнения, и уже благодаря им он брал номера телефонов у женщин, потому что они, в принципе, и так на него обращали внимание, оставалось только сделать шаг к ним, конечно, под моим чутким руководством. Я говорю, ну как ощущения? Он говорит, Дэн, я взял номер телефона первый раз в жизни. По-моему, я был рад за него даже больше, чем он сам. Ты должен знать точно, на 100%, что в тебе есть максимальный потенциал, чтобы нравиться женщинам, чтобы брать у них номера телефонов, чтобы классно проводить с ними время и делать чики-пики. Погнали дальше. Второй пункт – это то, что ты развиваешься. Если ты смотришь это видео, то ты уже развиваешься, это 100%. Ты сейчас не смотришь никакие летсплеи, никакие там развлекательные видео на ютубе. Прямо сейчас ты смотришь видео, как общаться и как знакомиться с женщинами, как быть для них самым лучшим мужчиной. Это уже намного лучше, чем ничего. Потому что я со 100% уверенностью могу сказать, что если мы берем двух мужчин, один из них, допустим, вообще полный лузер, вообще ничего не может с женщинами. У него там немеют руки, закатываются глаза, он падает в обморок, когда общается с женщинами. И второй мужик, у которого более-менее все в порядке, он там, ну как все в порядке, он там познакомился на работе с какой-нибудь телкой, и с парой телок переписывается в Тиндере, он думает, что он пиздатый чувак, он нравится женщинам. И возможно этот лузер думает, что он пиздатый чувак, он нравится женщинами, хотя это далеко не так, блядь, он знакомится с ними в Тиндере, там где-то в компаниях, это вообще полный, ну ладно, это уже другой разговор. Хотя большинство мужчин, они именно такие, они даже не думают, что у них есть какая-то почта к тому, чтобы развиваться в этом направлении. Так вот, если ты полный лузер, но ты сейчас, как ты думаешь, опять же, хотя мы знаем из первого пункта, что ты на самом деле классный чувак. Если ты думаешь, что ты полный лузер, но ты сейчас развиваешься, то это уже огромный шаг, чтобы быть самой лучшей женщиной. Потому что тот чувак, который из самого нулевого уровня будет расти, 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 расти и не останавливаться, он 100% рано или поздно перегонит любой самый средний уровень вот в любой теме. Я думаю, ты понимаешь, что смотреть видео, это, мягко говоря, мало и не суперэффективно. Но я уверен, что ты придешь к нам на тренинг. Потому что большинство мужчин, которые реально хотят развиваться в этой теме, рано или поздно приходят к нам на тренинг. Очень многие пишут под вовинами видео, типа, как так, в каждом видео реклама. Если ты еще не понял, все мое видео, это реклама. Если тебе что-то не нравится, ты можешь, ты даже должен эвакуироваться просто с этого канала прямо сейчас. Прямо просто в неизвестном направлении, чтобы больше не видеть этого канала никогда. Потому что на этом канале одна реклама, и мы постоянно говорим, что ты должен прийти на тренинг. А я сейчас тебе говорю, что ты 100% придешь на тренинг. Потому что, я уверен, ты понимаешь, что именно тренинг это самое эффективное место для развития в этой сфере. Я был бы пиздоболом, если бы ты у меня спросил, Дэн, как нравится женщинам, как эффективно общаться с женщинами. Я бы такой, так, значит, Ваня, записывай. Тебе нужно прочитать вот эту книгу, тебе нужно посмотреть 25 видосов, желательно по 3 раза, тебе нужно записаться в качалку, тебе нужно закончить университет, как некоторые пикаперские организации называют себя школами, университетами, колледжами. Профессиональное пикаперское училище. Добро пожаловать, нахуй, в профессиональное пикаперское училище. Блядь, сука, как они до этого не додумываются. Я уверен, что ты на 100% понимаешь, что тебе нужно на тренинг. И именно здесь и нигде, никак иначе ты научишься знакомиться, общаться, классно проводить время с женщинами. Кстати, это был уже третий пункт, почему у тебя будет самая лучшая женщина. Второй пункт, это то, что ты просто развиваешься в этом направлении, и это хорошо. А третий пункт, то, что ты точно придешь к нам на тренинг. Рано или поздно ты здесь будешь, потому что ты сам понимаешь, что это самый эффективный формат обучения. Четвертый пункт, почему у тебя будет самая лучшая женщина, потому что у нас на тренинге ты будешь делать это в самой крутой компании мужчин. Реально, такой концентрации крутых мужиков больше нет нигде. К нам приходят заниматься спортсмены, бизнесмены, военные, пилоты гражданской авиации, военные летчики, слесари, сантехники, пожарные, сотрудники МЧС, у которых медаль за отвагу. В целом, реально классные мужики. Я реально кайфую от каждой группы, потому что в каждой группе у нас такой состав. Раньше был сериал «Цвет нации» в моем детстве, я его так любил смотреть. Вот у нас реально «Цвет нации», к нам приходят самые лучшие мужики. Это просто невероятно заряженное место мужской энергетикой. У нас реально, мы проводим тренинг в пятизвездочной гостинице, в самом центре Москвы, и мимо нашего зала периодически проходят женщины. И реально уже несколько раз было так, что женщины заходят к нам в зал и говорят, слушайте, нас прям потянуло, тут какая-то мужская энергетика. Вот женщина идет, а сейчас тоже, видишь, заглядывает, ой, красотка, ой, блядь, тряпочкой смотрит. Так собрались, нахуй. Телки отвлекают от работы, блядь. В этом же пункте я хотел бы обратиться к мужикам, которым чего-то не хватает в жизни, и они не совсем понимают, чего именно. Это взрослый мужчина, у которого все в порядке с бабками, все в порядке с женщинами, у которого все в порядке с бизнесом, все классно в жизни, но ему охота какой-то движухи. Я тебе отвечаю, мужик, тут самая крутая движуха в мире. Я это говорю, как человек, который прыгал с парашютом, участвовал в таких околобоевых действиях, путешествовал по разным странам мира. Я вот тебе реально искренне советую посетить данное мероприятие. Если ты сейчас задумываешься, блин, что бы мне такого сделать? Может быть мне там в какое-то экстремальное путешествие отправиться? Или может быть мне прыгнуть с парашютом? Или может быть мне, не знаю, поехать послом доброй воли в Африку, чтобы подцепить себе там какую-нибудь болезнь и классно проводить время в классной компании? Я тебе советую прийти именно к нам на тренинг, потому что такого экстрима для мужика нет больше нигде. Ты будешь делать такие вещи, которые никогда не будут делать в жизни 99% мужчин всего мира. Твое эмоциональное состояние будет просто как американские горки, вот так вот туда-сюда, 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 туда-сюда. Посмотрите отзывы мужиков у нас на сайте, там реально у людей горят глаза. Ты смотришь на них и думаешь, пацаны, вы какие наркотики употребляете? Я вам скажу, никакие наркотики они не употребляют. Они просто пришли и делали то, что никогда в жизни не делали. Как раз так к тем мужикам, которые думают, да слушай, Дэн, да у меня и так все в порядке. Вот что там в Тиндер набрал, там телку вызвонил, там на свидание сходил, чай с ней попил, все нормально. Это можно сравнить с ездой на обычном автомобиле. Вот ты закончил школу водительскую, купил себе какую-нибудь Приору или Тойоту, и ты такой рулишь каждый день по пробочкам, едешь-едешь. А тут я тебе предлагаю прокатиться на Феррари. На Феррари, мужик. И нет смысла мне тебе объяснять, чем езда на Феррари, пизд же, чем езда на обычном автомобиле. Тут на это надо попробовать. Я тебе предлагаю, мужик, прокатиться на Феррари. Причем в охуительной компании. Переходим к пятому пункту. Пятый пункт – это лучшие тренеры. Реально. Вот больше нету нигде такого, чтобы тренер сам выходил с учеником в поля и сам рука об руку, нога об ногу, подходил к женщинам, показывал упражнения, контролировал эти упражнения, давал обратную связь. И все это непосредственно в поле боевых действий, можно так сказать. Нету такого больше нигде. Вова реально сам до сих пор ходит со своими учениками в поля и сам лично показывает, рассказывает. Мы ему в этом помогаем. И ты представляешь, каких результатов можно добиться под таким руководством. Это то же самое, что заниматься боксом у Флойда Мэйвезера. Это то же самое, что научиться водить автомобиль у Михаэля Шумахера. Это то же самое, что учиться балету у Волочковой. Здесь самые лучшие тренеры и самый лучший формат, потому что формат интенсивных занятий самый эффективный во всех методиках обучения. Так вам скажут инструкторы по военной подготовке в армии, так вам скажут спортивные тренера олимпийских сборных, так вам скажут Денчик, который проходил разные тренинги. Я с уверенностью могу сказать, что интенсивный формат обучения самый лучший. Но при этом формате у нас в течение пожизненного времени, неограниченного количества дней, ты сможешь задавать нам вопросы, мне, Юре и Владимиру, по телефону, по WhatsApp, общаться в нашем общем чате, в Телеграме. И мы всегда в любое время дня и ночи сможем тебе на них ответить. И шестой пункт, почему у тебя будет самая лучшая женщина. Потому что ты из тех мужиков, которые способны быстро принимать решения. И я уверен, что ты сейчас быстро примешь решение ставить заявку прямо сейчас на тренинг практика, который состоится с 12 по 15 декабря. Это будет новогодний тренинг практика, в нем будет на один день больше, там будут приглашенные звезды, вот не побоюсь этого слова, звезды в своей сфере, которые прокачают тебя реально вот по всем фронтам, как самого лучшего мужика. Я 100% уверен, что в каждой сфере самых лучших успехов добиваются именно те люди, которые быстро принимают решения. Я знаю точно, что ты именно из этих мужиков. Ты прямо сейчас составляешь заявку, а тем людям, которые быстро принимают решения, я, парень, который в 19 лет также быстро принял решение изменить свою жизнь, поехал на тренинг за 3,5 тысячи километров в другую часть России на последние бабки. Лично от меня, от Денчика, от тренера проекта «Все твои», специально от меня, для тебя, Вова очень редко дает какие-либо скидки, но я вот реально подойду к Вове, попрошу у него, Вов, дай скидку тем парням, которые придут на тренинг благодаря этому видео. Ты сейчас оставляешь заявку на тренинг, скорее всего я тебе и перезваниваю, ты мне говоришь кодовую фразу «Денчик, я посмотрел твое видео, хочу на тренинг», и специально для тебя будет охренительная, очень весомая, существенная скидка на тренинг. Ты, наверное, заметил, что в этом видео нет никаких вставок к текстам, не написано, что тебе нужно сделать. Я уверен, ты сам догадаешься, где находится ссылка, ты сможешь оставить свой номер телефона, ты справишься с этой задачей. И мы в скором времени увидимся с тобой на тренинге «Практика» с 12 по 15 декабря, где у тебя будет такое количество женщин, которого у тебя, возможно, не было за всю жизнь. И самое главное, что это будет только стартом твоего развития. Ты будешь чувствовать себя реально суперменом, который открыл в себе какую-то суперспособность, которую теперь может постоянно юзать на протяжении всей своей жизни. Короче, мужик, приходи, увидимся с тобой в Москве. С Новым Годом, счастья, здоровья. Мы все решили записать вам типа поздравительное видео. Я не буду вас поздравлять, нахер это кому надо. Счастья, здоровья в Новом Году, чтобы все у тебя было хорошо. Блять, мужик, да ты сам решаешь, будет у тебя хорошо в Новом Году или не будет. Принимай прямо сейчас решение. Увидимся. Мужик, я поздравляю тебя с Новым Годом. Именно ты тот человек, который может изменить свою жизнь в Новом Году. Я 100% в этом уверен. И я точно знаю, что все то, что сейчас со мной происходит, все благодаря тому, что в какой-то момент я сделал свой выбор. Я желаю тебе сделать свой выбор в Новом Году. и сделать его очень классной компанией таких же уверенных, таких же целеустремленных мужчин и женщин. С Новым Годом, мужик. Я там хотел как-то коротко нахуй я это все начинаю рассказывать. Да блять, как я это хочу сказать, типа... Блять, началось нахуй. Сука, мне так все в голове выстраивалось охуительно. Сейчас я скажу. Вот он, сука. Блять, да че-то забуксовало нахуй все, блять. Там простая история. Я решил записать для тебя топ-6 причин по ути... Я решил записать для тебя топ-6 причин по ути... Блять. Сука. Понеслась. А зачем так близко делаешь? Ну какая мне разница, ну поскольку пояс? По-любому вот так вот рот записываешь. Или максимум голову. Блять, че там надо говорить с барсаком? Так вот, о чем я? Вот представьте, что... Да мы так и оставим, блять, ебаный носок. Переходим к следующему пункту, блять. Ух, сука. Я тебе предлагаю, мужик, проходиться. Проходиться. Тут можно сравнить, как... Так, не надо было мне делать, да? Потому что некрасиво смотрится вот так вот, блять. Когда в кадре, нахуй, ковыряешься, где попало. Довольно-таки сухо и неэмоционально я все это сказал. Но я надеюсь, для тебя это дойдет. Потому что некоторые пишут, типа, а чем отличается практика от просмотров видео на ютубе? Я же сейчас могу посмотреть видео на ютубе, и все будет у меня хорошо. Че нахуй, ты серьезно так думаешь? Да, ребята, конечно. Лет, годов хотел сказать. Пускай будет годов. А почему будет? Могу себе позволить. В течение неограниченного количества годов... Ты сможешь... Let's play. Я сказал это слово, я даже не знаю, что это значит. Короче, как обычно. Вот как там я не мог сказать, и в итоге все сказал по простоте, так и здесь я сейчас скажу. В принципе, все, что я так не могу сказать. А, все, не-не-не, дальше. Напишем? Блядь, я не знаю, почему я сижу и молчу. Что такое? Блин, ребята, вы должны ставить вове просто по 500 тысяч лайков, потому что вы не представляете, насколько это сложно записывать видосы. Это реально. Вот я тут все подготовился, у меня в голове все было. Это простая информация, которую я знаю наизусть, можно сказать, которая идет у меня от души. Но когда на меня направлена камера такая пиздатенькая, Canon, и когда я вот сейчас сижу тут перед макбуками, выебываюсь, типа, у меня есть макбуки, блядь, вот этот телевизор, ноутбук, все из них тоже вот они с яблочками. Сижу за столом в пиздатом офисе. Даже тут я не могу собраться и нормально все записать с первого раза. Ух, сука, сейчас, как говоришь, качество у нас охуенное, скажите. Блин, так хорошо сказал. Мне что-то самому понравилось. Все.